30 уровень освоения а его щас убьют какая нахер нахер он нужен блять все он почти сдох блять что это за прикол я только начал гантэ будь с ним откровенен все зависит от этого ебать каких пор я стал советником нахуй что такое прототип номер три автоматон мониторинга сварок запуск протокола уничтожения успешно подождите подождите пожалуйста не обижайте господина сварога вечерочек ты на канале гантэ геймс где мы с тобой играем в разные игры и мы продолжаем играть фон кайста рэйл и идем сразу к книгам но прежде чем начнем сообщаю у меня есть страницы на бусте для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте вступай в группу вк где ты можешь предлагать разные игры для прохождения подключайся к серверу дискорд для общения и обсуждений хон кайста рэйл хорроров и много чего еще жду тебя там все ссылочки в описании так что по поводу книг смотрите собрано 3 еженедельник шахтера вот это мы читали этому читали вот это мы не читали выпуск 158 еженедельник шахтера выпуск 158 февраля 698 года эры фортификации в общежитии шахты обнаружена и устранена протечка трубы отопления в понедельник 22 декабря около 17 00 часов поступило сообщение о протечке трубы отопления что серьезно повлияло на отопление в жилых помещениях горняк муха успел вовремя сообщить об этом происшествии начальнику большой шахты чтобы тот организовал аварийный ремонт на месте жилой зоны и выполнил соответствующий ремонт 23 декабря около шести часов был завершён ремонт протекающего трубопровода и восстановленное нормальное отопление произошла авария при транспортировке шахтерской бригады номер один на востоке камнеграда 26 декабря по словам шахтера андре он узнал о друга который живет рядом с клиникой о том что на шахте с восточной части камнеграда произошел несчастный случай сообщалось о трех случаях легких травм и одно серьезном ранении все раненые в настоящее время переведены в клинику камнеграда для диагностического лечения согласно достоверным источникам авария произошла из-за износа гусеницы вагонетки что привело к ее опрокидыванию во время работы начальник большой шахты немедленно организовал ознакомление всех рабочих соответствующими инструктажами по технике безопасности и потребовал чтобы техническое обслуживание вагне так производилось не реже одного раза в месяц чтобы предотвратить подобные несчастные случаи а вот это если вообще ты смотришь что-то я читаю это вообще база что так происходит что за пока вот код не ёбнет никто ничего проверить не будет это это вообще стандарт у шахтера орги из большой шахты родился сын 27 декабря орга наш коллега шахтер вернулся из недельного отпуска принес из дома хорошей вести жена орги марине благополучно родила сына и оба в добром здравии и духе давайте все поздравим оргу кроме того орга объявляет приз за помощь в придумывании имени для своего сына тот кто предложит наиболее удачное имя получит белобо белобожскую колбаску которую купил сам орга пиздец это то что всем было нужно ультиматум шахтеров немного рисковатый ультиматум с граффити читая его становится понятно откуда берутся разногласия на территории шахт тут не особо то много читать скажу тебе мы уже почти все прочитали предупредение для бродяг наша бригада прекрасно понимает тот объективный факт что вы остались без дома из-за влияния фрагментума поэтому мы предоставили вам заброшенные шахты в качестве убежища бригада также приглашает бродяг за работу на шахте так вы сможете заработать на жизнь если же вы предпочитаете дальше копаться мусоре мы надеемся что мы сможем мирно сосуществовать несмотря на огромные уступки бригады мы наблюдаем среди вас бездельников которые мешают нормальной работе и жизни шахтеров некоторые даже пытаются выгнать шахтеров чтобы единолично занять шахты с точки зрения членов этой бригады это совершенно недопустимо хотя среброгривые стражи давно покинули это место подземью все еще действуют законы дикий огонь и жители подземья поддерживают друг друга и стремятся сохранять драгоценный порядок поэтому наша бригада надеется что все бродяги перестанут нарушать спокойствие и смогут отказаться от идеи присвоения шахт а вместо этого поддержат благоприятную обстановку в горнодобывающем районе бригада четко осознает что большинство бродяг остается миролюбимыми миролюбимы по ебаный рот миролюбивыми жителями подземья поэтому мы надеемся что вы по собственной инициативе будете сообщать шахтерам или дикому огню о людях совершающих незаконные действия чтобы тем самым совместно поддерживать порядок большой шахте с другой стороны если вы продолжите мешать нормальной работе и жизни большей и жизни большей шахте бригада может всерьез задуматься о том чтобы забрать убежище которое было вам так любезно предоставлено и заставить всех бродяг покинуть большую шахту мы не хотим этого и надеемся что вы будете вести себя подобающе административный комитет большой шахты ноябрь флайер исписан небрежными каракулями это еще что такое смех да и только за порядок они выступают лодыри которые не хотят в бригаду должны уйти не входят бригаду убирайтесь отсюда это наша шахта вон этот бездельный бездельничающий сброд еще и жизни нам не дает правильно они должны убраться вам конец к только придут люди из дикого огня отлично но то чтобы продолжить играть дальше так первое что мы делаем идем в почту забираем все что положено так это есть все отлично так подожди у меня провода запутались так теперь друзья друзья у меня есть друзья прикинь у меня есть друзья запросы у но ума вк тага о вот у него тоже что то есть такое возможно что-то тоже записывает возможно просто что-то играет титя да ебаните меня арматурой нах все я понял а мимо мимо я я такого знаю а мимо у него нет мест мимо слишком популярный как и делос делос не чистит друзей а мне нужно место у делоса и у мимо вот так короче ребят если вы увидите когда-то это видео я не знаю когда оно выйдет но вы знаете что делать так и достижение что-то достижение у меня уже тут накопились детства улучшить и любого персонажа до уровня 40 окей судьба магните а судьба судьба магнит еда даже песня была судьба magic 1 улучшить и ссfei конус до уровня 40 дальше ох хепту что это такое огненный победитель 1 одолеть 20 противников огненным уроном пробития ветряной победитель 2 ди餐 60 противников ветряным уроном пробития ледяной победитель два опробите ледяной уязвимость 300 раз. Без обид. Снимите усиление с противников в одном бою пять раз. Искрящаяся искорка. Получите 20 очков навыков в одном бою. Используйте сверхспособность искорки героини от тысячи лиц. Как сложно это. Так. Бутон розы. Разведите 400 разрушаемых предметов в виртуальной вселенной. А. Надо вот тут почитать, короче, что в виртуальной вселенной нужно делать. Потому что... Потому что я же в нее захожу. Многообразие жизни. Запустите 10 различных голосовых реплик восстановления HP персонажей, когда Лочи исцеляет. Чего? Различных голосовых реплик восстановления HP персонажей, когда Лочи исцеляет? Нет, знаешь, когда ты будешь так читать, ты нихера не поймешь, что тебе нужно делать. Смотри, короче, сюжета не будет сегодня. А будет, знаешь что? А будет то. А будет актуалочка. Прям ивент, ивент актуальный. Потому что я могу, сука, с 21 уровнем наконец-то его проходить. Пожалуйста. Хроники становления мастер. Еще плюс есть проединок под лазурным небосводом 1. Но я тоже могу его пройти. Тут просто время еще идет. Но скоро будет обновление, которое все нахуй это перекроет. И скорее всего я уже, это все будет в нетленных мемуарах, которые я тоже не смогу уже использовать. Потому что у меня не пройдены миссии, которые тут справа внизу указаны. Они не пройдены, хотя это все красиво. Это все интересно. И мы продолжим по этому проходить вот эту штуку. Че, давай, давай, короче, начинать. Введение завершенности. Этот путь противоположен освоению. Если вступить на него, судьба будет обращена вспять, а будущее предстанет перед глазами. Активация ведения завершенности позволяет пропустить предыдущие миссии, что может повлиять на сюжет и исследование. Вообще плевать. Введение завершенности существует только контент, необходимый для текущего события или миссии. Это понятно. Рекомендуется начать выполнить рекомендуется сначала выполнить предшествующие миссии. Не, мне пока это не нужно. О, ролики, ролики пошли. Что-то интересное. Где мы будем? Вернемся в прошлое, когда Март 7 только начала осваивать меч. Янь Цинь. Но раз госпожа Март уже здесь, давайте начнем сегодняшнее обучение. Я не очень много смысла в преподавании, но раз уж дедушка попросил научить тебя о владении мечом, я поделюсь с тобой всем, что знаю. Ой, ну что вы, какие любезные учителя. Ох, подождите-ка, значит обучение официально началось только сейчас? Нам ведь нужно было несколько дней понаблюдать, как ты упражняешься, иначе как бы мы определили уровень твоих навыков? Учитель, и как мои навыки? Госпожа Март, у тебя великий дар от природы. О, Ганте, и ты здесь. Слышал? Учителя считают, что я гениально владею мечом. Так и есть. Март, не перестает удивлять. Март, это же просто вежливость сянь джоутсов. Я ничего не знаю, и мне похуй, давай вот так. Точно, не стоит радоваться раньше времени. Ха-ха-ха-ха. Я всегда говорю прямо. Не переживай, ты и правда талантлива. Ганте, ты послушай, послушай, я эф прям гений. Искусство владения мечом требует упорной работы. Если госпожа Март твердо решила взяться за меч, сперва необходимо найти цель, которая в дальнейшем помешает тебе сдаться. Она может быть и несущественной, но должна быть четко сформулированной. Другими словами, пусть ты и не сама решила стать учеником, но в процессе практики тебе придется проявить инициативу. Однажды мне посчастливилось встретить одного искусственного мастера фехтования. Она спросила, что заставила меня встать на этот путь и в детстве, почему я начал упражняться с мечом. И сегодня я хочу начать первый урок с того же самого вопроса. Госпожа Март, зачем тебе меч? Зачем мне меч? Чтобы сразить врагов. Зачем же еще? Когда я спрашивал у мастера меча, зачем она практикует фехтование, она сказала, чтобы уничтожать врагов только и всего. Госпожа Март дала такой же ответ. Похоже, у тебя и впрямь талант. Ну, что-то такое слишком умное и неподходящее под вот эти вот не просто бить врагов, а чтобы защищать все на свете. Типа того. Но ведь существует много способов одолеть противников. Пообеждать врагов можно и с помощью лука. Кстати. Лучший способ одолеть врага использовать бластер. Я услышала эту фразу в одной иммерсии. А еще там говорили, что фехтование позволяет развить физические способности до предела. Похоже, госпожа Март любит иммерсии. На мой взгляд, если госпожа Март ставит целью самосовершенствования, то даже если она откажется от фехтования после обучения и снова возьмется за лук, польза от тренировок все равно будет очевидна. Да не слушай ты слащавые истории, что рассказывает Ян Цин. А? Какие же дельные предложения есть у тебя, Йон Ли? Март, хочу спросить, есть ли у тебя конкретная и реальная цель, ради которой ты хочешь научиться фехтовать? Например, занять призовое место или получить ранг на церемонии боевых искусств? Или может ты хочешь кого-то победить, например, Ян Цина или меня? Кто же станет достойным соперником? Ганте? Дань Хэн? Госпожа Химека? Господин Янг? Если никто конкретный не приходит тебе в голову, лучше задать более простую цель, например, с помощью мяча отбиться одновременно от нескольких противников. Хочу уложить десятерых. Десятерых? Ааа, вообще-то хочу уложить десятерых. Тоже реплика из иммерсии. У меня случайно вырвалось. У тебя в голове что? Одни иммерсии? Пять противников на поле? Это максимум. Ха-ха-ха-ха. Да, мы-то знаем. Нет, вот так давай. У тебя в голове одни иммерсии. Ну, мне они просто нравятся. Что такого? Кажется, я уже поняла, зачем Март 7 желает изучить фехтовальное искусство. Неужели из-за иммерсии про рыцаря с мячом? Ну, звучит логично. Мне очень нравится иммерсии романа Сянчжоу. Я использую лук, но почти все герои иммерсии пользуются мячами, поэтому я тоже хочу стать мастером меча. А я что говорила? Кажется, ты предвзято относишься к рыцарям. Хорошая мотивация, чтобы овладеть мечом. Давай вот так. Отличная мотивация. Верно, верно. Вот скажи, кто не мечтает стать мастером меча? Стать грозным и невозмутимым рыцарем, что сражается на мечах на краю света. Это их прям отличный мотив, чтобы усердно практиковаться. Ну, если наставники согласны, у меня будет еще одна маленькая просьба. Я бы хотел угостить вас в чаем в знак уважения. Только не забудьте легонько постучать по столу пальцами в благодарность. Чай в знак уважения? Постучать по столу? Впервые принимаю кого-то в ученики в такой торжественной обстановке. Пожалуйста, в иммерсиях рыцари именно так оказывают уважение наставникам. Дайте ей уже удовлетворить свои рыцарские аппетиты. А в иммерсиях разве не преклоняют колени? Давай, дайте ей. Чтобы присытиться? Тогда не будем медлить. Приглашай нас на чай, а потом без природа не вернешься к тренировкам. Идет? Ладно. Идем, идем. Мы отправляемся в заведение Неспящий граф. Ох. Как же много читанины. Так, хроники становления мастера. Путь становления мастера начала. Ой. А музыка очкут... Ой. С помощью опции переключения важно. Можно перейти от ведения завершенности к обычной карте мира. То есть мне ничего не доступно. Но я могу походить и что-то собрать. Или как это происходит? Ха-ха-ха-ха-ха. Интересно, блядь. Интересно. Давай походим. Может что-то мы здесь найдем. Ты кто? Эй. Вылупок. Ты кто? Я могу вообще с кем-то взаимодействовать в этих всех моментах? Или нет? Красиво. Красиво. Корабли летают. Кайф. Класс. Так. Побежали. Тут интересно. Но здесь ничего нет. У меня такое чувство, что здесь ничего и не будет. То есть ни книг, ни каких-то лишних взаимодействий, только лишь сюжет. Если это действительно так. Мой генерал, чума все ближе. Отдай приказ войскам. Все. А ты с ушами. А, вы же тут все такие хвостатые ушатые. Тут интересно. Но вот я тебе говорю, я не знаю, тут есть ли смысл мне все это искать? Скорее всего, мне будет доступен только сюжет без всяких доп-опций. То есть вот я пока бегу, но неужели облачная переправа? Вот. Недоступно в текущем состоянии. Это в целом логично. Оно и не будет доступно нигде. В любом случае, ты мне напиши, есть ли смысл вообще вот так бегать. Да, интересно. Но может нам не нужно тратить время на изучение этого мира, когда я тут еще не был, потому что я не вижу здесь никаких книг, никаких взаимодействий с персонажами. Абсолютно. Что это? Вух, это гуси-лебеди сидят. Вот это да. Это гуси-лебеди будущего. из будущего. Да, тут прикольно походить, все это посмотреть. Это, это по идее Лофу, да, то есть это следующая планета после Ярила. Должна быть. Если я правильно помню последовательность планет, которые должны открываться нам. Но да, вот нам ничего недоступно и я не могу нигде пройти. Я что, блядь, в тупик попал? Посмотреть. Эта область недоступна, пожалуйста, вернитесь в доступную область. И эта область недоступна. Так вы мне нахер все закройте, просто чтобы я этим не занимался. Чтобы я в лишние места не бегал. Всем уже будет от этого проще. Вот, вот смотри, а это они там бегают, прыгают. Нет, нельзя никого слушать, нельзя ничего смотреть. Так, не лагай, что это? Что за приколы, блядь? Осторожно! Прекрати. Так, у нас есть миссия. Для того, чтобы обучаться фехтованию, обязательно нужно поставить перед собой цель. Даже если вы ее не достигнете, предложенные усилия не пропадут даром. Мотивацией Март 7 послужило желание стать грозным и невозмутимым рыцарем, подобным героем и Мерси и Романов Сяньчжоу. Первый шаг на рыцарском пути получения статуса ученика, начальной церемонии будущего наставника. Что, что там было? Что? Ранний доступ открыт. Окей. Все, бежим. Короче, не будем отвлекаться. Тут мы четко будем бегать по нашему сюжету, который обязателен. И так будет проще. Хозяйка, это какая-то ошибка? Я слышал, что у нас Сяньчжоу богатая чайная культура и это место славится искусством гостеприимства. И вот что странно, разве я не гость? Гость я или нет, в конце концов? Сонним, уважаемый, вы... Не надо называть меня уважаемым. Никакой я для вас не гость. Я попросил подать мне чай не горячий и не холодный, с приятным вкусом. А в итоге вы приносите либо совсем остывший, либо просто обжигающий горячий. Да уж, вот вам и знаменитое гостеприимство, Сяньчжоу. Подобавок, этот ваш чай больше похож на мутную водицу и вы еще осмеливаетесь брать с меня деньги? Вы просто дурите честной народ. И зачем было называть заведение не спящий граф? Запомнить невозможно. Я вернусь и подарю вам дощечку с надписью «Помой Сяньчжоу». Оно вам отлично подойдет. Почему опять этот тип? Заказать... Закатать рукава и начать драку? Блять, да нахуй. Прекрати! Это уже ни в какие ворота. Ой-ой-ой, и кто тут решил в героя поиграть? Я, Март-7, твоя тетя. Ой, тетя звучит не слишком эффектно. Ганте, подскажи. Март-7 твой предок. Март-7 мастер меча со звездного экспресса. Ну давай, ладно, вот так, чтобы красиво было. Верно, я мастер меча. Не слышал о таких. Катись, катись туда, откуда пришла. Господин Скотт, меня зовут Янцин, лейтенант облачных рыцарей. Мы уже встречались, вам лучше следить за своими словами и поступками, не стоит провоцировать ссоры. А, я всего лишь обычный потребитель, который жалуется хозяйке, что ему подарили, подали плохой чай. Неужели облачным рыцарем и до этого есть дело? Интересно, кто из туристов после такого еще осмелится приехать на Сянь-Джоу, чтобы выпить чая? Ты обычный потребитель? Вы мне скажите, раз я не гость, то кто? Уизник Сянь-Джоу. Короче говоря, если ты осмелишься обижать хозяйку у меня на глазах, я задам тебе жару с помощью вот этой штуки. Ха, ой-ой, напугала до смерти. Великий рыцарь, уже не думаешь ли ты, что одолеешь меня своей крошечной железякой? Крошечной железякой это меч, изучая фехтовальное искусство Сянь-Джоу. Хм, так ты учишься владеть мечом. Теперь понятно, почему ты одета, будто артисты в шоу. Вижу, что ты не уроженка Сянь-Джоу. Зачем тебе учиться фехтованию? Если ты не чувствуешь себя в безопасности, да кому нужны вообще эти дурацкие мехи? Эти ваши мехи из корпорации гладятся только для показухи. Марсин уложит твоего меха одним взмахом меча. Да вы ее прям будем это, продавать ее будем. Ничего себе, продемонстрируешь? Давай, устрои представление для провинциалов. В окрестностях неспящего графа слышен лязг меха в корпорации. Вокруг заведения запирается толпа Сянь-Джоуцев. Должен напомнить, сотрудники корпорации на лоб Сянь-Джоу запрещают устраивать драки. Эй, из корпорации, если ты затеешь драку, я раздавлю эти куски металлолома. Хе-хе-хе, успокойтесь, я знаю правила, это мои подчиненные, они были вынуждены остаться на Сянь-Джоу из-за инцидента с транспортным кораблем, и теперь они хотят выпустить пар. По сути, это вина Сянь-Джоу. Я закрою глаза на случай в чайной, однако, когда вы ставите под сомнение способность КММ обеспечивать безопасность, я не могу притворяться, что ничего не слышал, особенно перед клиентами, как я после этого буду вести логический бизнес. Логистический. Логический бизнес, ты понял, блядь? Ты можешь всю жизнь посвятить изучению красивого, но бесполезного фехтовального искусства, а можешь один раз вложить в средства и купить у корпорации гражданскую модель меха. Не прошло бы нескольких дней, как твои наставники на коленях молили бы тебя о пощаде. Я не позволю тебе порочить фехтовальное искусство Сянь-Джоу. В таком случае, тащи сюда своих мехов, мы сразимся. Ха, она сказала, сразимся? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, раз уж госпожа Мартемь бросает вызов, мне ничего не остается, кроме как принять его. Возможно, ты и остранный язык перед дракой, но когда ты отведаешь мощи мехов, сама же приползешь умолять продать тебе одного. Согласно, по порядку мы должны сделать ставки. Да ладно тебе, думаешь, я бы забыл про ставки? Я знаю, что госпожа Мартемь еще не начала обучения, и я не изверг. Возвращайся к учителям и осваивай фехтование, госпожа Мартемь сразиться с мехами корпорации. Всего 15 дней? Ладно. Если ты проиграешь, тебе придется гавкать на всю улицу и громко кричать, что даже собака не станет изучать фехтовальное искусство в Сянь-Джоу, стоя прямо на вперилке ауруматонов, и ты будешь повторять это каждому, кто проходит мимо. Да, кстати, ты бросишь обучение. Придешь ко мне, я научу тебя водить мех. А если я выиграю? Тогда я стану твоим учеником. Вот еще, ты мне не нравишься. Ладно, давай так, если я проиграю, я буду хрюкать, как свинья и скажу мехи, кмм, фигня полная. Я даже напишу это на каждой мехе на транспортном корабле по рукам. Для нового сюжета достаточно заменить собаку на свинью. У меня дежавю. Детский сад какой-то. Хрюканье недостаточно. Тебе придется принести извинения хозяйке неспящего графа, а еще взять свои слова о фехтовальном искусстве Сянь-Джоу назад. Без проблем, но только если ты победишь с помощью своей железяки. Дамы и господа, вы все слышали? Встретимся через 15 дней. Ха-ха-ха-ха, идем. Вот так вот. Так, что у нас? Март 7. Все же я переживаю за хозяйку, нужно проверить, как она. Юнь, Юнь Ли. Служащие кооперации просто ищут простачков, которым можно продать свой металл, ничего интересного. Эээ, Янь Цин. Сянь-Джоу и КММ подписали обоюдное торговое соглашение, они не должны вести себя настолько бестактно. Это парни против... Это пари противоречат всем ожиданиям. Так, давай. Мэн Мин, хозяйка неспящего графа. Ты в порядке? Да, благодарю вас за своевременную помощь. Впрочем, для маленькой чайной критика иномирского туриста всего лишь мелкий пустяк, а вот вызов, упрошенный ему госпожей Март вовсе не шутки. Я очень сожалею, что из-за нашей маленькой чайной у госпожи Март будут неприятности. Ничего, ничего. Я не могу пройти мимо, когда кого-то обижают. Нужно противостоять несправедливости. Госпожа Март не только говорит, как великий рыцарь из иммерсий и рассказов, но у нее такое же доброе сердце. Я очарована. Я вовсе никакой не рыцарь. Пока. Я знаю, что вы пришли в чайную неспящий граф, чтобы провести церемонию принятия в ученики. Прошу вас, проходите. Нет, нет. Сейчас мне нужно полностью посвятить себя тренировкам. Давайте выпьем чай в другой день, учителя. Чай пить, разумеется, можно отложить до тех пор, пока у нас не появится свободное время. Но у меня вопрос, госпожа Март, насколько ты уверена в победе? Предполагаю, что Март об этом даже не думала. Предполагаю, что Март ни в чем не уверена. Ну ладно. Давай, она ни в чем не уверена. Я? Почему ты не уверена? У меня ведь получится. Учителя. Как ты считаешь, учитель Янь Цин? Ты и так знаешь мой ответ, учитель Юнь Ли. Мне кажется, вызов не так уж страшен. Пусть Март попробует, если будет усердно тренироваться, победить куски металлолома, принадлежащие КМФ, не составит труда. Если будет усердно тренироваться. Учителя, я сейчас преисполнена боевого духа. Я буду прилежной ученицей. Нужно как следует проучить этого типа. Нихуя себе, это что за смех был. Гандэ, тебе я доверяю больше всех, поэтому мне нужна твоя помощь. Проследи, чтобы я не отлынивала. Три учителя, одна ученица. А помощникам платят зарплату? Эй, я разве хоть раз тебя обижал? Учителя, Гандэ, пойдемте. Пора возвращаться к тренировкам. Окей, куда? Вот, мы до этого, у нас был персонаж в испытаниях, которая. Тому можно говорить? Думаю, он уволится из комиссии по перелетам. Да делать-то мне хуй. Я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю. Я тебе как высоко. Была девчонка, которая спринтом бегает. Блин, она бы очень выручила. Наверх? Да? Нет? Обман? А, нет. А, вот сюда. Тренировочный манекен. Ой, как же много читать приходится. Через 15 дней сюда явится тип СКММ. К тому времени я должна стать мастером мяча. Сложно стать мастером за 15 дней. Учитель Юнли, нельзя дать нашему рвенью ослабнуть. Рвенья обеспечит твою работоспособность всего на 3 дня. Чтобы продержаться дольше, нужен строгий план. Все хорошо, я нашла себе профессионального помощника. Мятэ организует мои уроки, проблем не будет. Я отлично справлюсь с организацией уроков. Откуда ты знаешь, что у меня получится? Я тебе доверяю. А если наставники в меня не верят, то в тебя точно поверят. Госпожа Март полна энтузиазма научиться фехтованию. Вдобавок, теперь у них есть конкретная цель. Это очень хорошо. Есть много способов одолеть человеку злодеев, но если ты желаешь стать рыцарем-героем, у тебя только один путь самосовершенствования. Надеюсь, что госпожа Март запомнит это. Я запомнила. Но раз запомнила, теперь я, как наставница, должна выдвинуть кое-какие требования. Говори, наставница Юнли. В течение следующих 15 дней тебе предстоит пройти 3 этапа испытаний. Если ты пройдешь все испытания, этот металлолом, принадлежащий корпорации, будет для тебя не страшен. А если не пройдешь, это будет означать, что Юнли плохой учитель. Надеюсь, в таком случае госпожа Март вовремя бросит эту затею и не станет принимать вызов. Но нет, в таком случае плохим учителем будешь ты. Я поняла. В Мерсиях ученик и учитель всегда тесно связаны между собой. Если пойдет один, пойдет и другой. Когда ученик терпит поражение, страдает репутация учителя. На Сянчжоу нет таких строгих правил. Я просто боюсь, что ты пострадаешь. Но если ты будешь прилежно учиться и пройдешь испытания, мы сможем спокойно отправить тебя в битву. И, наконец, я хотел бы вернуться к той теме, с которой мы сегодня начали. Полагаю, госпожа Март нашла причину, ради которой станет изучать фехтование. Да-да, я научусь владеть мечом, чтобы стать великим героем. Так я смогу помочь всем, кто страдает от несправедливости. Пусть при одном моем видео разбойников дрожат коленки от страха. Пусть они удирают без оглядки. Вот и не забывай об этом. Учись усердно. Гантэ, ты все время молчишь. Тебе есть что добавить? Тренируйся усердно и ты всех победишь. Если с другом вышел в путь, веселее дорога. Дорога? Как в рыцарских романах? Интересно, что меня ждет в пути. Может, встретишь привидение? По ошибке выпьешь чудо с надобья? Разгадаешь хитрую загадку? Получишь совет мудреца? О, давай вот это. Вот было бы здорово. Ну вот и все, Гантэ. Не забывай приглядеть за мной во время обучения. Мне кажется, она бы так ответила на все. Так, пройдите первое испытание мечом, вводи в программу тренировок. Дни до испытания мечом. Хроники становления мастера. Как помощник, вы должны составить Март 7 программу тренировок и помочь ей изучить приемы владения мечом, а через 15 дней победить Скотта. Скота. Госпожа Март, главное фехтование владеть различными приемами. Хватит забивать голову ерундой. Март, нужно всего лишь освоить пару приемов. Техника. Основа изучения приемов, которые наделяет огромной силой в бою. Начнем с малого. Давай изучим пронизывающий до костей холод. Господи, что? Пронизывающий до костей холод. Изучение приемов пронизывающий до костей холод имеет шанс активироваться в начале хода, выполняет взмахи ци и стойки холод веков, нанося урон одному противнику. То есть, вот это нажимать надо. Так я не могу ничего сделать. А, это типа цель? Не выполнены условия. А что мне нужно сделать? Мастер фехтования отражает достижение Март 7 в фехтовании. Чем выше ее уровень, тем лучше она сражается изучать ее новые приемы, чтобы улучшить мастерство фехтования. А что мне здесь делать-то надо? А они мне показали. Ну? Установи технику в качестве цели, тогда ты узнаешь требуемое для изучения характеристики. Ты можешь повысить характеристики и планируя соответствующие тренировки сосредоточиться на своих слабых местах. Епа. То есть, мне нужна сила 150. Так. Сила, ловкость, выносливость, восприятие. Сила, тренировка, ловкость, восприятие. Прогулка недоступна. Тренировка силы. Ага. Нам все равно не хватит. А что отнимается? Смотри, она типа устает. Давай ее полностью вымытаем. 9996. 9996. Ёпта. 9998. 9996. господи. 10 тысяч. 5 махов, а у тебя уже сил нет. Не телеверы, учитель. Ага. Держись, Март. Гав. Но это всего лишь два детина. Отлично. Добавлю-ка еще одного. Нет. Нет, ну это что-то интересно. Это что-то интересно. И место ведет к беспро... к беспорочности. Беспорочность ведет к родне, блять. Родня ведет к владению ноги. Что это все значит? Ты сама понимаешь? Ни капельки не понимаю. Так, ну мы прокачиваемся по чуть-чуть. Представь, что у тебя на плечах ничего нет. гав. А что это было? Это я, гав. Ты брешь. Результаты сегодняшней тренировки. Но мы почти прокачались. Дни до испытания мечом. А тренировка расходует настроение. Если у тебя плохое настроение, то тренировка будет менее эффективной. Мартем чем-то недовольна. В случае тренировки эффективность снизится. Важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Нажми здесь, чтобы распланировать прогулки и улучшать свое настроение. Прогулка. Прогулка по городу. Плюс 40. Восстановим все. А потом тренировка. Силы. Две. Это так работает. Программа тренировок занимает много времени. Нажми здесь, чтобы ускорить ход времени. Дни и толка постоянно практикуются в комедии в приюте звездных яликов. Вы с Мартем проходите мимо и заглядите на их выступление. Ох, они опять старьем дурачат. Аудитория, вы вдвоем перемигиваетесь. Толкаете они, вынуждены тут же выдумать что-то новое. Я это могу пропустить просто все? С нашим талантом в комедии нам прямо путь на сцену. Она ждет, назовем, розовая шапочка серый волк. В отличающих специях толпа посетителей вы долго стоите в очереди, прежде чем, наконец, присесть. Но ожидание универсальная приправа, вы наслаждаетесь едой и болтаете о пустяках. Кажется, что время почти застыло. Я же нажал ускорение. А что-то ничего не меняется. В следующий раз приглашу весь экипаж экспресса. Ого, это заведение у меня в избранном. Пошла тренировка. А, то есть мы не смотрим это все. Фехтовальная история, каждый день тренировок, полно забанных историй. Нам идти в любом месте, чтобы продолжить. Сад на заднем дворе Звездного дворца отправили вызов на боевое испытание. Ежедневной тренировке Мартемь с мечом привлекли к себе внимание народной ассоциации мастеров меча Лофу, самопровозглашенной. Они отправят своего лучшего ученика Звездой боевых искусств Март-7. Местная ассоциация весьма невежлива. Юн Ли заставляет Март тщательно подготовиться накануне дуэли. Март-7 решает сделать и выбор. Ничего не делать и лечь спать пораньше. Ха-ха, приступить к усердным тренировкам с мечом и провести ночь за изучением стратегии ведения боя. Мне нужна сила. Надо силу прокачивать. Так, значит, ты до этого серьезно не тренировалась? Ну, как-то оно все что-то пропускается. Результаты сегодняшней тренировки. О, сила. Четко. Мы прокачали. Вот. А, 150 нужно. Но мы должны вот это, по идее? Нет. Мастерство фехтования. Где мне вот это найти? Так-так-так-так-так-так-то прикольно. Сила. 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 Прогулка. А если мы сделаем вот так? Сила. Да, как же. Как же тяжко. Давай. И пропускай. Все в таком комиксном стиле происходит. Забавно. То есть нам будут что-то показывать, чего мы еще не видели, например. Или нет? просто пропускаем. Хорошо. Все. Супер. После повышения уровня тренировки эффективность также будет повышена. Так. Вот. А нужно мастерство фехтования, блядь. Это что? Это вот это? Что такое мастерство, блядь, фехтование? Где мне его найти? Как-то. Либо я не допер. Мастерство фехтования. Ну это все закрыто. Ну то есть Март обычно... А, Март быстро учится. Она уже способна освоить пронизывающий до костей холод. Вот. Разумеется, ну дайте мне попробовать. Наша следующая цель перейти к техникам другого уровня. А, понятно, это моя новая цель. Ага. Изучено. То есть теперь нам нужно еще сила и выносливость. Окей. Давай прокачивать. А там, чтобы было начало, завершение. Ага. Все мы сможем. Так. Сила и выносливость нам нужны. Прогулка. Прогулка. Давай. Каждый день тренировок полный забанных историй. Приближается церемония боевых искусств. Множество незнакомцев слетаются в приют звездных яликов. Марсин предстает взъерошенный. Неопрятный старик. Он видит ее выдающиеся физические данные и настойчиво пытается продать ей рукопись секретными боевыми приемами. Но у старика есть правило. Можно купить лишь одну рукопись. Прямо сейчас Марсин выбирает. Стиль меча одиноко фехтование, легкое поступь хождения по облакам, отказаться от покупки и сэкономить 100% от стоимости. Не-не, нам сила нужна. Название у приема трагичное. Вот это он Март конечно дает. Ща мы ее как прокачаем. Так. А вот это что значит? Ноль. Все? Мы не успели? Сегодня будет первое испытание. Тема основа мастерства. Я знаю. Пархай как бабочка, жека пчела. Верно? Эта фраза относится к кулачному бою. Впрочем, смысл схожий. Без базовой физической подготовки и правильного воздействия силы все сложные приемы окажутся бесполезны. Госпожа Март ежедневные фехтовальные тренировки часть базового мастерства. Колющие удары должны быть стремительными, движение точным, а клинок острым. А парирование плавным? Я знаю. Смотри-ка, даже Март 7 достал от твоей болтовни. А, меня вовсе не тяготит рассказ наставника. Я обучаю госпожу Март как новичка в фехтовальном искусстве, делая акцент на том, что устные формулы позволяют глубже понять предмет. Даже такие редкие таланты как госпожа Юн Ли без знаний азов будут бессильны в бою. Ну вот и учи. Это здесь при чем? Разве генерал Ху... Хуайань не дал тебе наставлений? Похоже, твой генерал тоже научил тебя не скакать как воробей в бою. Давайте обсудим методику преподавания позже. Давайте начнем испытания учителя. За последние дни госпожа Марта освоила азы мастерства. Пришло время оценить ее умения. Март 7 доставаясь в мечи, готовься к бою. Испытание мечом Март 7 проходит в одиночку. Бои происходят автоматически и Март 7 не получает помощи от союзников. Чем выше уровень мастерства в фехтовании Март 7, тем легче пройдет ее испытание. После успешного прохождения испытания характеристики Март 7 ее настроения будут улучшены. Ага. Так, получается новичок, воодушленный облачный рыцарь. И первые успехи Март 7 начало. Так, ну давай. посмотри. Тут видишь, я ничего не могу делать. Что? О нет, это круто. Глянь, она как... Что это? Она... Сколько в ней силы? Я думал, ей все. Кранты. А она, вон, пожалуйста. Всех просто в никуда. Да ее сейчас убьют. Ну нормально. Так, то есть мы ее нормально прокачали, да? Госпожа Март, у тебя без сомнения есть талант к фехтованию. Все повысилось. Класс. То есть мне нужно ее максимально успеть прокачать. Похоже, я прошла, правда? Впечатляет. Испытание пройдено. Отлично. Ганте, поздравь меня. Поздравляю, поздравляю. Тебя ждут еще два испытания. Усмири свою гордыню. Не, давай, поздравим. Молодец. Это все благодаря наставникам и тебе, Ганте. Если я сейчас пойду к этому типу из корпорации, какие у меня шансы на успех? Тебе уже знакомы азы боевых искусств. У тебя немало реального опыта. Добавок, ты получила некоторые инструкции по владению мечом от меня и Юн Ли. И если ты сейчас бросишь вызов мехам к охранникам корпорации, почти наверняка никаких шансов на успех. Юн Ли права. Неужели совсем никаких шансов на успех? Скажу сразу, я из тех людей, которым чем больше хвалишь, тем лучше результат. С луком у тебя будет больше шансов победить. Пока ты спишь, противник тренируется. Наша Март всех победит даже одной рукой. Вот так. Не стоит нести всякий вздор, чтобы убедить меня учиться. Я думала, что обучение госпожи Март будет чем-то вроде любительской программы. Теперь же я получаю удовольствие от того, что я передаю ей свое мастерство. Правда? Только сейчас поняла это учитель Юн Ли. Не беспокойся, госпожа Март. Я с самого начала хватит уже. Каждый прием и каждое движение, которым я научила Март 7, представлено собой выверенную технику фехтовального искусства Джо Мина. Госпожа Март, 15 дней действительно очень малый срок, чтобы освоить фехтовальное искусство. Неважно, пройдено ли испытание, я надеюсь, что в дальнейшем ты продолжишь усердно противовать основы мастерства. Только так у тебя появится небольшой шанс на победу. После каждого экзамена генерал приводил меня в комиссию по ремеслам для ухода за мечом. Пойдем, госпожа Март, я последую примеру генерала, чтобы выразить тебе признание. Благодарю, учитель Янь Цин. Вскоре после этого в одном из темных уголков Лофу. Что вам удалось выяснить? Сотрудники КММ. Мы выяснили, что эта девушка одна из безымянных со звездного экспресса, ее силу нельзя недооценивать. Похоже, что пари становится довольно рискованным. К чему бояться риска? Посмотрите на крупных деятелей из отдела стратегических инвестиций. Разве можно получить хорошую прибыль, не понеся убытков. Тихо, маму, эти черти водятся, да? Эй, ты, подбери-ка мне лучшего меха. Есть, поищу в ангаре. Посмотри, что умеет эта ученица после программы фехтования за 15 дней. Посмотрим. Придите в второе испытание мечом. Давай, давай. Март 7 переживает о том, как улучшить свои навыки владения мечом, когда на ее пути появляется некто знакомый. Перейти к историям. Ганте, госпожа Март 7 давно не виделись. Привет, по-прежнему охотишься за привидениями? Хохо, спасибо Март 7, в нее кто-то вселился. А, ой, госпожа Март, держитесь, я сейчас достану талисман. А почему вы не разговариваете? Не переживай, Хохо, никто в меня не вселился. Это он так шутит. Давно не виделись. А что ты здесь делаешь? Я, я пришла в приют звездных яликов отдохнуть. Люблю наблюдать за притягивающими и улетающими яликами, а очень расслабляет. Смотрю, судья комиссии 10 владык тоже знает, что такое стресс. Стресс? Госпожа Март 7 у вас что-то случилось? Я недавно начала обучаться фехтовальному искусству Сяньжоу и чувствую себя такое давление учебное и общественное. Вы рассказываете о том, как Март 7 условилась о поединке с товарищами из КММ. Понимаю, овладеть искусством меча за короткий срок нелегко и не удивительно, что на госпожу Март 7 это так давит. Если нужно, я знаю несколько техник меча для изгнания злых духов. Да ну, ты сама не в состоянии меч ровно держать, куда тебе других учить? Я я его хоть как-то держать могу, в отличие от тебя. Ай, теперь эта слабачка еще огрызается. Будь я с тобой, ты бы и на церемонии боевых искусств ни за что не проиграла желтоволосым из обители. Учитель Ян Цин очень хорош, ты не стал бы просто так хвастаться, верно? Хм, если я вселюсь в мастера меча, впитаю его в воспоминания эмоций, то смогу овладеть всеми его навыками. Это самый быстрый способ, если хочешь достичь уровня того желтоволосого. Нет, нет, нельзя, я не буду снимать печать. Тсс, какой, ээ, так-то ты хочешь помочь своей, так-то ты хочешь помочь своей подруге, мда. Вас я услышала, ГТ, а ты что думаешь, о варианте вот так ускорить процесс? Время поджимает, можно и подгрузить чужой файл в сохранение. Упущение коротких путей не бывает. Давай, давай, мы, звучит так, будто я собираюсь позаимствовать сохраненки у какого-то крутого геймера, но господин Хвост потом уйдет, а я станусь пустыми руками. Госпожа Марта, тоже кажется, что это неправильно, да? Тфу, какие уже вы правильные, не хотите, не надо, тогда я и помогать не буду. Ой, госпожа Ханья прислала информацию по делу о группе зомби, перерыв окончен, еще увидимся, госпожа Марта. До встречи. Хо-хо поспешно уходит. Хо-хо-хо, надо было ее назвать. Я подумала как следует и поняла, что предложение господина Хвоста не такое уж и бесполезное. Спрошу у Хо-хо и господина Хвоста совет еще раз, когда мы снова увидимся. Давай, мы тебя будем тренировать. Хо-хо и Жедина будет давать два эффекта помощи. А-а-а. Окей. Так, и Март 7 может получить помощь от друзей, чтобы повышать эффективность тренировок и прогулок. С сегодняшнего дня я буду помогать госпожа Март. Выбери эффект помощи. Углеродный керамический нагрудник повышает эффективность в тренировке выносливости на 50%. И складная дубина духов повышает эффективность тренировок силы на 50%. Нам нужна сила. Смотри, потому что выносливости тут не нужно немного. А вот силы нужно много. Подтвердить. Смотри, тренировки или прогулки подходящие под эффект помощи будут подсвечиваться. Ага. А, нет, подожди. Нас сейчас нужно погулять. Тренироваться. Тренироваться. И тренироваться. А, ну нет. Вот так нам нужно. Помощь друзей. А, ну это вот, как раз оно и есть. И чуть выносливости. Давай, начинаем. Рихтовальные истории. Давай слушать. В длинном коридоре сада безмятежности внезапно появилась древняя картина. Расписанная ширма оказалась вызывает путников внутри картины. Наблюдательная хохо считает описание. Десять лет внутри картины, один день вне ее. Скорее всего, это значит, что время внутри картины из-за ее пределами течет по-разному. Ой. Пять лет тренировок с мячом внутри картины лишь полдня вне ее. Так утверждается человек внутри картины и Мартель задумывается. Пять лет тренировок только с тренировкой с мячом. Привожу к себе веревку и пойду исследовать мир внутри картины. Столь жуткую вещь стоит немедленно сжечь. Не отдавай силу. Продолжение немного грустно. Ага. Давай, давай, давай. Не ждем. Пошли, пошли, пошли. Господи, что с ней? Все нормально. Мартель не хочет давать свои эмоции Хелиоби в обмен на навыки фехтования. Хохо как раз уходит из-за дела связанного с зомби. О, это ты, Гантель. И госпожа Мартель. Охо, так ты будет... Ты как будто совсем бесил. Что случилось? Ох, недавно мы нашли двух зомби в окрестностях сада безмятежности. Хотя, называть их так не очень корректно. У пострадавших нет следов взаимодействия Хелиоби и невидимых ранений. Но они ведут себя странно, повторя одни и те же движения. Как интересно. Госпожа Мартель, не смейтесь. Защитная реакция на страх. Все ясно, это киберзомби. Думаешь, если добавить кибер перед словом, это сразу все объясняет? Но они ведь еще живые. Зомби обзывать. Ведь Гантэ и ты были в одной комнате охотников за привидениями. Так давайте сейчас разберемся во всем этом вместе. А теперь слово эксперту. Прошу, Хохо. Ладно. Возможно, обсуждение поможет найти ответ. Первая жертва участник церемонии боевых искусств. Когда его обнаружили, он был весь напряжен. Руки вытянуты вперед. А еще он промотал что-то странное. Вторая жертва тоже участник церемонии боевых искусств. Бывший облачный рыцарь. Он хорошо владеет копьем. Когда его нашли, он как раз упражнялся. О, всех жертв объединяет одно. Они участники церемонии боевых искусств. Похоже, злодей нацелился на участников церемонии. Мартин, ты тоже участвуешь. Нет смысла искать общую жертв. Давай вот так ей скажем. И что, думаешь, я стану следующей жертвой? Давайте не будем анализировать их по одному, а посмотрим на ситуацию в целом. Помимо того, что они оба участники церемонии, у жертв есть еще одна общая черта. Они оба дураки, которые начитались слухов в страшилках Лофу, изобрели в окрестности сада безмятешности. Они вообразили, что суровая энергия инь в саду поможет им стать сильнее, поэтому они тренировались здесь до начала церемонии, стремясь впитать в себя энергию этой местности. Неужели на наше время кто-то верит во подобные суеверия? В итоге их обоих развернул дежурный проводник, душ комиссии 10 владык 9. А на следующий день с ними случайно случилось вот это. Дело раскрыто, преступник 9. Дело раскрыто, преступник Хелиоби. Девятый наш работник. А, это она сказала. Я помню, похожую историю из Сенчжоевских иммерсий. У девятого двое учеников. Одного укусил зомби, второго околдовала ведьма. У нашего девятого нет никаких учеников. Меньше смотри иммерсий, ты совсем оторвалась от реальности. Госпожа Мартим, если вы собираетесь участвовать в церемонии боевых искусств, будьте осторожнее, сразу свяжитесь со мной, если что-то случится. Удачи, Хо-Хо. Желаю поскорее поймать преступника. До встречи. Хо-Хо поспешно уходит. О-Хо-Хо. Если это Хелиоби, который нацелился на участников церемонии, Гантэ, при случае надо заглянуть в сад безмятежности, вдруг заодно получится помочь Хо-Хо. Да, как, слушай, долго происходит. Охота за паранормальным доступна в прогулках. Нормите в любом месте, чтобы продолжить. А-а-а. Я понял. Так, Талисман с пятью демонами повышает эффективность тренировки восприятия на 50%. Это мне не нужно. Увеличить бонусы на 60% за выполнение охоты на за паранормальным в прогулках. Давай вот это. Доступен новый прием. Ага, вот это. Атаки Мартин могут игнорировать определенное количество защиты противника. Изучить прием. Ай, а мы можем потратить? Или нет? Максимальный HP Мартин повышается. О. А-а. Вот оно что. Вот оно как происходит. Но нам нужно вот это и выносливость. Как бы с этим ничего не поделаешь. Так. Мы здесь выбрали киберкомпас. Нам нужна сила, сила, выносливость, выносливость. И по идее нам хватит. А прогулки мы еще не выбирали. Ой, это было прогулки выбрать. И давай истории. Ухо получает отчет. В саду безмятежности кричит торговка. Мартин решает составить компанию при расследовании. Внезапно опускается туман. Вокруг начинают появляться незнакомые лавки и магазины, чьи прилавки усыпаны различными сокровищами. В призрачной толпе толкаются прозрачные туристы. Неужели это призрачный рынок сада безмятежности? Это рынок из унесенных призраками. Хохо слегка потянула Мартин за одежду намекая, чтобы та не отходила далеко. Мартин решает купить на рынке немного вкусности для Хохо выносить плюс пятнадцать, сделать несколько фото на память восприятие плюс пятнадцать, отправиться к владельцу рынка и подать запрос на открытие своей лавки. Не, давай вот это. Почему на фото ничего нет? Надо было блять прогуляться, сука. Я же зачем взял эту помощь и не прогулялся. После положения уровня тренировки эффективность также будет повышена. Хорошо. Блин. Сегодня тебе ждет второе испытание. На этот раз в роли экзаменатора буду я. Проверю твой навык импровизации. Дедушка говорил, что для меча не стандарта. В огромной вселенной с мечами можно столкнуться где угодно. И техник владения мечом мириады. Если ты хочешь в короткий срок научиться побеждать врагов, следует поднатарить в особых приемах. Раз речь зашла об особых приемах, я подготовила пылающий крепкий чай. А? Тот самый пылающий крепкий чай из переулка Ауруматонов? Верно. Я видела воды иммерсии, как рыцарь выпил такой чай, потом его застрясло, а походка стала неустойчивой. Затем он победил врагов своего отца техника пьяного меча. Неплохой прием. А ты ешьте техника пьяного меча? Нет, разве для этого недостаточно выпить пылающий крепкий чай? Госпожа Март, реальность не имеет ничего общего с Мерсиеми. Март, у тебя есть еще какие-нибудь таланты? Давайте начнем испытание учителя. Давай, что ты еще можешь? Да, есть, я много чему научилась, странствую по миру. Я наслышан о многочисленных странствиях госпожи Март, но лишь будущее покажет, какие из полученных знаний можно применить в фехтовании. Март, на этот раз твой противник будет почти так же силен, как мехи КММ. Доставай мечи и готовься к бою. А, у нас сразу сражение? Восхождение начала, Орматон превратник с железными кулаками. Ну, посмотрим, что он сделает с ним. Ой, что это? А это жабки! Ну, ты неплохо слушай. А, вот он ты. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Давай, ты сможешь, ты справишься. Она прям нормально, слушай. Я считаю, что мы все сделали правильно. Потихонечку ее прокачали и выходит неплохо. Ну, все, мы победили. А ты на кого? Ты что сделала? Надо было центрального убить. А что если нас убьют? ее рыбки сжигают. А, все, мы победили. Чудеса. У меня аж рука вспотела от волнения. Март даже меч тебе рад. Давай, покинуть уровень. Тут прям слушай. Фух, это было непросто. Довольно странные приемы, но их удалось хорошо вписать в общую технику. Ты нашла свой собственный стиль, госпожа Март. А ведь я считал, что скитание по миру, которые так поощряют Юн Ли, пустая тратарь времени. Похоже, я ошибался. Ну наконец-то до кое-кого дошло. Спасибо за советы, наставники. Так я прошла испытание. Без сомнения, ты прошла. Отлично. Гантэ, не пора ли тебе меня похвалить? Поздравляю, поздравляю. Похвалю тебя, если пройдешь и следующее испытание. Так не пойдет. В следующий раз будешь хвалить за следующее испытание, а сейчас за нынешнее. Никаких долгов. Март, молодец, освоил особый прием. Поздравляю, поздравляю. На этот раз не буду скромничать, я и впрямь хорошо поработала. Обучая меня фехтованию, генерал говорил, что учиться можно у кого угодно, но не только у наставников изоблачных рыцарей, но и у артистов и иномирцев. По правде говоря, однажды госпожа Гуэна и Фэнь уговорила меня проглотить меч. Вот это действительно был опыт, который не получишь на обычных тренировках. Ну что, Март, как ты теперь оцениваешь свои шансы на победу? На 30-40%? Похоже, ты уже не так уверена в себе, как в прошлый раз, а ты успеешь подготовиться к победингу в назначенный день. Это говорит о том, что я уже лучше разбираюсь в фехтовальном искусстве и реально оцениваю свои возможности. К слову, в мерсиях герои всегда скрывают свою мощь до того, как вступят в бой. Тот, кто говорит, что победит, обычно проигрывает. Значит, ты назвала шансы на Абум? Верно. Это испытание показало, что тебе еще нужно время, чтобы лучше разобраться с техникой, но ты делаешь большие успехи, поэтому сегодня я приглашаю всех приглашаю всех чай. Сегодня я приглашаю всех чай. Ура. Вскоре после этого в одном из темных уголков Лофу. На этом доклад о прогрессе обучения фехтования указанной безымянной закончен. Агент Скотт, у нас сейчас нет другой работы. А, это что, сарказм? Я спрашиваю, нет ли для меня других заданий. Я только и делаю, что наблюдаю, как эта девчонка учится фехтовать. У меня такое чувство, что я попусту трачу время, и в душе мне становится не по себе. Значит, ты считаешь, мои задания пустой трата времени? Ты защищаешь репутацию корпорации Межзвездного Мира и славу Повелителя Янтаря? Так ты говоришь, что Мартемия уже способна сразить мечом ауроматонов в комиссии по ремеслам? Ха-ха, несчастные ауроматоны Сяньшоу, куда им до меха в корпорации? Укрепи броню мехом, я не верю, что малюсенькая железяка и впрямь способна соперничать с нашими предовыми технологиями. Но броня мехов и так довольно толстая. Недостаточно, сделай ее еще прочнее. Если я потерплю поражение, то опозорю и корпорацию и повелителя Янтаря. Разве такое можно допустить? Есть! Так, пройти решать, что на мечом. Я потерял вот эту возможность походить за призраками. Сука. Веревка необжитителя с электрическими дугами. Дугами. Повышает эффективность тренировки ловкости на 50%. Колокольчик единства. после выполнения прогулки повышает эффективность следующей тренировки на 100%. Вот это нам нужно. Мы, значит, делаем тренировку. Тренировку. Ура! Начинаем охоту за паранормальным в Сыду Безмятежности. Охота за паранормальным не только восстанавливает настроение, но и увеличит силу и выносливость. Ааа! Блядь! А че вы? Ай-яй-яй. Ну давай силу. И доступен новый прием, кстати. Получается вот этот. Урон взмахов цы пронизующего до костей холда повышается. Вот это. Все-таки Мартин повышается. И HP Мартин повышается. Ага. Так. Все, начать программу. Давай, пошли. Что? Что это значит? А, там была прогулка. Вот она. Мартин позвала Хухо вместе патрулировать Сад Безмятежности. Патрулируя, они как-то забрели в странную зону. В Саду Безмятежности вообще было такое место. Хухо что-то заподозрила. Может, Мартин знает, как отсюда выбраться. Трезво все обдумать и держаться правой стены. Положиться на инстинкты и довериться интуиции выбрать направление. Использовать робо-птаху осмотреть весь лабиринт. Давай вообще восприятие прокачаем. Мы потеряли синхронизированное зрение что-то там, что-то там. Все, есть, супер. Мартин помогает Хухо разобраться с уликами по делу о зомби. Она полагает, что настоящий преступник находится в Саду Безмятежности. Почему их не озвучили, интересно. Вы с Мартин прибыли в Сад Безмятежности среди ночи, чтобы помочь Хухо раскрыть дело о зомби. Килиоби намеренно атакуются участников церемонии боевых искусств. Вы в списком счастье нежданных гостей. Ух ты, невероятно. Ты так и свечишься внутренние силы в твоем возрасте и такие натренированные мускулы. Да и подобные таланты рождаются раз в сто лет. Осторожно, это сбежавший Хилиоби. Не нахваливай Мартин, она же поверит. Да, да, да. О чем ты? У меня и правда талант. Пусти меня, я раскрою все меридианы, взращу твою силу и многократно. Я считаю, что победа в церемонии боевых искусств у тебя в кармане. Эй, хочешь надавить на мои слабости? Не выйдет. Хватит ходить вокруг да около, покажись. Ладно, ты меня поймала, но я правда знаю все боевые техники на свете. Впусти меня в свою голову и я передам тебе все знания. Ага, а в обмен, что стану зомби и начну я нести всякую чушь? Да ну, не нужны мне такие знания. Не нужны? А это уже мне решать. Уроки у тебя бесплатные, но выбора у тебя нет. Умар-7 постемнял в глазах, а голова мгновенно запомнилась бесчисленными техниками боя. К сожалению, среди них не было ни одной связанной с искусством меча. Ай! Не бойтесь, госпожа Март, я уже иду. Я едва не опоздала. Спасибо, Хохо, а этого недопедагога ты уже запечатала? Да, да, сбежавший Хилиоби уже в тыкве лунного ларца. Вот же, не могу пошевелиться. Я приложу талисман. Отдохните пока. Спустя некоторое время. Кажется, я разгадал секрет зомби. Хилиоби использовал амбиции участников церемонии и вкладывал в их разум всевозможные техники боя. Как поднимать руки и ноги, как двигать телом. Неограниченное количество информации, которое непрерывным потоком вливается в разум. Но люди не Хилиоби. Огромное количество знаний только перегрузит ваш мозг и вы застынете на месте, не в состоянии двигаться. Тело не поспевает за мозгом. Обучение процесса многогранный. Пусть это и длилось недолго. Я все видела и слышала, но ничего не могла сделать. Так вот, что бывает, когда тело не поспевает за мозгом. Раз госпожа Мартинь пришла в себя, мне пора окончательно запечатать Хилиоби. Еще увидимся. Увидимся, Хохо. Хохо поспешно уходит. Я хотела сегодня провести время с Хохо, но она занята, так что в следующий раз. Одержимость Хилиоби так выматывает. Гантэ, пойдем поедим что-нибудь вкусненькое. Это знаешь, уже какую-то ты новеллу как будто читаешь. Эффекты усилены. Хорошо. Мартинь отержима и парализованная Хилиоби, которому нравится поучать других. К счастью, Хохо вовремя вручает ее. Комиссия 10 владых запечатала Хилиоби учителя. Он больше никому не навредит. Пострадавшие из-за него участники церемонии боевых искусств тоже понемногу пришли в себя. Можно сказать, что эта небольшая война с Хилиоби закончилась. Все благодаря госпожа Мартинь и тебе, Гантэ. Я благодаря тебе и благодаря тебе, Хохо. Вот что значит судья комиссии 10 владых. Госпожа Мартинь в прошлый раз хотела что-то сказать. На самом деле предложение господина Хвоста переместить в мою голову воспоминания о техниках меча тогда прозвучало несколько соблазнительно, но совсем чуть-чуть. А, хорошее было предложение. Я хотела попросить господина Хвоста научить меня чему-нибудь, но постеснялась. Никто не сможет устоять перед соблазном получить быстрый результат. Ты отказалась от пути искусственного обучения. Хорошо, что Хохо отвыклась на дела и не стала тебе помогать. Давай вот так. Не говори так, я уже смогла удержаться. После той встречи с Хелиоби я поняла, что между знаниями по фехтованию и владением искусством меча есть большая разница. Никакой это не короткий путь. В этом вопросе я согласен с госпожей Мартинь. Но я слышал, что у посланников сада воспоминания есть более мягкие и безопасные, чем у Хелиоби. Способ принести воспоминания о боевых искусств в чужой разум. От такого ты тоже откажешься. Пожалуй, я откажусь. Я считаю, что только мои собственные размышления и тренировки могут помочь мне превратить техники учителя Янь Цына и Юнь Ли в мою собственную технику Мартинь. Да, ты права. Простым копированием мне никогда не превзотим этих мастеров. Я вижу, что ты действительно многому научилась. Сократить путь можно, но точно не так. Ну, вот так можно сказать. Я уже начала философствовать. Это значит, что я продвинулась в изучении искусства меча, да? Ты зовешь пару мудреных фразочек прогрессом. Раз ты просветилась, то занялась бы лучше настоящими тренировками. У меня будет свободное время, когда я закончу с этим делом. Господа Мартинь, если понадобится, мы с господином Хвостом всегда рады помочь вам разобраться со скотом. Все, нахуй, скот. Господин Хвост, спасибо вам. Перед началом я должен кое-что сказать тебе, госпожа Март. Я получил письмо с вызовом от Скотта. Он провел тщательную подготовку, связался с комиссией по балансу, представил разрешение на проведение мероприятия по обмену боевым опытом, а в качестве места для поединка он выбрал переулок Ауроматонов. Видимо, у него там связи. Впрочем, согласно правилам, даже получив вызов, мы все еще можем отказаться от поединка. Разве это не означает признать собственное поражение? Я приму вызов. Но сначала, госпожа Март, еще предстоит пройти последнее испытание в выпускной экзамен. Март, ты так быстро закончил обучение. Ян Цин, ты больше не желаешь ее учить? Давай вот это спросим. Я тоже удивлена. Это не означает окончательное обучение, просто на этот раз твоим соперником воспитания будет учитель Ян Цин. Когда генерал обучал меня фехтовальному искусству, он лично выходил на тренировочный поединок на каждом ключевом этапе, чтобы проверить мои уровни мастерства. Как правило, наставник лучше всех способен понять сильные и слабые стороны своего ученика. Значит, я буду мериться с силами с тобой, учитель Ян Цин. Я и правда могу победить. Не узнаешь, если не попробуешь. Неужели услышу, что противником буду яд и испугалась? Госпожа Март, достань мечи и прими боевую стойку. Мы начинаем. Ага. Возросшее мастерство завершения. Строгий учитель Ян Цин. Еще не все доступные приемы зачетов прийти к стойке, ни с чем. Отменить. В смысле? А, я могу что-то прокачать? Урон взмахов цып, пронизывающего до костей, холда повышается. Все. Теперь начинаем. Ага. Хорошо. И думаю, что на этом мы и закончим. Насколько будут затягиваться эти ивенты, я не знаю, но это довольно-таки выглядит интересно. По крайней мере, это какой-то идет прогресс, блядь, забавный, чем сюжет, который, скорее всего, многие уже видели. И многие уже сами даже, наверное, прошли. А не так, как я. А кто ее лечит? Она еще сама себе и лечит? Потому что вот он нас лупит. но и она его нормально уже лупит половину и у нее повышается жизнь. Интересно. Ну, давай, давай, ты сможешь. Все, давай, супер силы используй. Все, все на него херач. Мне просто интересно, если я выйду из этого, я же потом туда войду снова в эти испытания. Или че? Или как? Потому что это заняло уже довольно-таки, ну, стандарту нашу серию заняло. Глянь, сколько мечей. Он так, он так не делал вроде, когда у нас он был, у кого-то вот он был, мы его брали в этот, он так, а, это же, типа, он как противник. То есть, а гениально спрашивает Март. Неплохо, скажа, бок, бок, неплохо, госпожа Март, продержалась довольно долго. Испытание пройдено. Ох! Поздравляю, поздравляю, экзамены позади, но на следующие испытания только начинаются. Хотя в твоих словах есть смысл, но тебе меня этим не одурачить. Хвали меня скорее. Поздравляю, Март, теперь ты тоже в клубе тех, кто смог победить Янь Цина. Но фактически я так и не одолела учителя Янь Цина. Март, с таким умением фехтовать, ты одержишь уверенную победу даже над мехами но если подумать, ты ведь изучила нечто больше, чем просто фехтовальное искусе мастерства. Со времен тренировок с вами я не только научилась владеть мечом, но и познакомилась с новыми друзьями, получила ценные знания и опыт. Все это будет подпитывать твои фехтовальные навыки. Как и сказала Юн Ли, в этой огромной вселенной с мечами можно столкнуться где угодно. И техник владения мечом мириады. Похоже, что так. А теперь я бы хотел выслушать ваши идеи, как победить Скотта. Выберите направление истории, провести честный бой на мечах, возможно у нас есть и другие способы победить. Давай честный бой. Верно. Пусть Скотт как следует познакомится с фехтовальным искусством Сянчо, который так презирает. Помните, Кянцин говорил, что есть много способов одолеть шагу злодеев, но если ты желаешь стать рыцарем-героем, у тебя только один путь, самосовершенствование. Мартин, как ты считаешь, ты стала ближе к образу идеального героя? Конечно, мой внутренний герой именно так и поступил бы. Так, центральная гавань предыдует яликов. Так, ага, и что? И что? Новая миссия. Вот как раз на ней и завершена. Это новая миссия. Это что? Это Г. Нет. Сука. Это И. Я забыл, на что опять миссии. Ладно, давай так. Перейдем. 15 дней отведенных на подготовку прошли. Настал день поединка. Какие бы навыки не были сейчас у Мартин. Учителя Янь Цинь и Юнь Ли в один голос утверждают, что девушка готова к бою. Так что можете не сомневаться, у Мартин есть все шансы на победу. Скот наверняка уже заждался у вас в переулке, а у Рамдон пока встретится... А, это финал? Что это? Участвовать? Так я и так уже участвую. А, временная награда я получил. Придите в революцию, чем 30 раз. Поднимите силу Мартин до 500. Ага. Получается, еще есть мастерство фехтования. Отвасывайте приема молодления мечом 5 раз. И много... Прямо хорошо за это платят все. Достигните уровня воскресения в мастерстве фехтования. Достигните уровня опознания тайн в мастерстве фехтования. А это что? Завершите миссию включения путь, становления схватка на мечах, очищение, диалог, пламя, захват. Ёб твою мать, это же, это же столько всего. Какой кошмар. Я думал, что я смогу это делать не на запись. Но, видимо, тут много чего будет интересного. Все, ладно, пошли в финал и хер с ним. Или мы можем сюда вернуться еще прокачиваться? Говорят, вы отлично подготовились к бою на мечах. Желаю вам, чтобы ваше лезвие всегда было острым и вы добились победы. Окей, все, бежим. А куда? А куда, блядь, бежать-то? Я не могу перемещаться? Мне же сюда. Блядь, я заблудился, куда мне идти? Это вообще выход, да? Но туда нельзя. Блядь, мне налево? Да, мне налево. А, мне вперед у кого роматонов, еб твою мать. Перейти. Давай. То есть, я говорю, тут будет просто вот открыто все. Тут ни с кем нельзя взаимодействовать. А я думаю, почему нету цели? Это мне напоминает, кстати, вот этот мир. Напоминает мне игру Perfect World. Возможно, ты ее услышал и, возможно, она уже давно сдохла. Потому что играл в нее очень-очень давно. Все, давайте, это последнее и мы на этом завершим. Смотрите-ка, это же наша Дева-Рыцарь Март 7. Я не пряталась и не уклонялась. Ты бросил мне вызов и я здесь, чтобы принять его. Но я должна спросить, почему ты выбрал переулок ауарматонов? Здесь много туристов. Будет нехорошо, если кто-то пострадает. Почему переулок ауарматонов? Думаю, братец, что рядом с тобой отлично понимает, почему. Это то самое место, где ты лаял по собачьи. Здесь разрушилась твоя карьера. Вот так давай. Пес, не буду отрицать, что я никогда не забуду тот день. Я специально выбрал переулок ауарматонов, чтобы наши почтенные земляки, что тогда насмехались надо мной, тоже пришли и увидели все своими глазами. Пусть они удивятся, а? Неужели тот самый Скотт вернулся? Что ему нужно на этот раз? Пусть они увидят, как Скотт однажды публично униженный вернулся в переулок ауарматонов, чтобы за вас дать обидчикам по заслугам. Я хочу, чтобы наши почетные земляки поняли, что злодей здесь вовсе не я, а ты. Довольно скромный сценарий. Может, ты выбрал неверный объект для возмездия? Нет, я желаю отомстить всему переулку ауарматонов. Но какое отношение месть переулка ауарматонов имеет к издевательству над хозяйкой неспящего графа? Закрой рот! У меня есть принципы, и я не собираюсь всю жизнь скрываться в тени переулка ауарматонов. Думаешь, что я мелкий попрошайка из корпорации? Я долго терпел, чтобы дождаться своего шанса. Я хочу добиться славы, а не просто показать, какой я сильный. Я говорю всем в переулке ауарматонов, что я верну утраченное. Хватит уболтать ерунду, утраченное не вернуть. Тебе стоило бы вернуть свое достоинство честным путем. А не таким гнусным способом. Я нашел справки, ты всего лишь новичок, прошедший всего 15 дней обучения эффектовальному искусству. Уж не думаешь ли ты одолеть моих непобедимых мехов? Что за чушь? Ну хватит церемониться. За мной, ребята. Тогда ты будешь повержен. Ты узнаешь, насколько я талантлива. Наконец-то, слава богу, давайте. Блядь, а вдруг мы проиграем? Об этом что-то я не подумал. Одолеть или пробить и уйти миссия мне как Аймэ. Как быстро текст проходит. А как она одна должна с ними сражаться? Это же просто жесть. Март, сразись с ними, ты сможешь, я в тебя верю. Он еще призывает остальных? Или что? Ну давай, ты сможешь его одолеть. Вот этих сначала, чтобы они тебя много не били и вы будете с ним один на один. А, он их призывает. Все, бей только его. Вот, мы его одолели. Серьезно? А, второй бой. Так. Я за этим внимательно наблюдаю. Она еще себя лечит, это прикол. А, но она же как охота, как я помню. Она бьет именно в цель, но видишь, она у нее почему-то еще есть такая штука, что она действует как эрудиция, то есть она бьет еще нескольких противников. У нее неплохо получается. Мы ее, видимо, правильно прокачали. Все, мы прошли. Нет, а этот живой остался. А, вы ленивые отбросы. Как, как вы умудрились проиграть неопытные девицы? Не стоит сваливать вину других. Я ведь и тебя победила. Неужели мне снова придется? Я не стану. Нет, 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 как маленькая железяка из Сянчжо могла одолеть непобедимых мехов корпорации? Вы наверняка жульничали. Этот бой не считается, я требую реванша. Маленькая железяка, маленькая железяка. На исход битвы влияем мы сами, а не оружие. Но перед тем, согласно заведенному порядку, почти на земляки из переулка Ауроматонов смотрят на тебя. Я восхищаюсь твоим умением проигрывать. Давай вот так, прям унизим его. Верно, все знакомые лица. Довольно, мне не впервой. Я извиняюсь. Я приношу свои извинения хозяйке неспящего графа. Я сам инициировал конфликт и заставил ей неприятностей. Это все моя вина. А я что-то не слышу хрюканье. Многозначительное промолчать, выражая намек. Ха-ха, да-да, вот так, вот так. Ты же, ты же сам только что сказал, что еще и похрюкаешь. Верно, так и было. Подожди минутку, я запишу. Все, как тогда, но перед тем, как захрюкать, я должен сказать одну фразу. Только болванам нужны мехи корпорации. Я даже читать не буду. Куль-куль-куль-куль. Агент Скотт понура покидает причал. Так завершился этот маленький эпизод, а Мартин продолжила свое обучение фехтованию. Все? Действительно? Затяжение за тренировку. Вы только посмотрите на мои навыки господину Сияню. Пора готовить истории о моем мастерстве. Так, завершить тренировку. Концовки. Пусть становление мастера схватка на мячах. Мартин готовится к подединку на мячах, которому покажут выученные навыки. Так, вот, их тут 5 концовок. Пусть становление мастера, схватка на мячах. Вот, и мы и за каждую еще можем получить. Вы можете посмотреть эту концовку в истории духи вурдалаки призраки и демоны. Вы можете посмотреть эту концовку в истории запретной истории. Вы можете посмотреть эту концовку в истории лекарства всех болезней. От всех. Вы можете посмотреть эту концовку в истории дух из машины. Ага. И как к ним потом прийти и что с ним делать? Ай, ёптва мать, серьезно? Март 7 может завершать Сюжеты различными историями из тренировок Каждая история с Янчжоу, помощь друзей и фехтовальные истории Могут завершиться по-разному После каждого прохождения истории из тренировок Март 7 получает осознание опыта Что повышает характеристики во время следующего раунда тренировок После завершения сюжета в истории из тренировок Откроется функция возврата соответствующего события Что позволит вам быстро открыть различные концовки Кстати, если бы с тобой тренировались разные люди То истории были бы разные, правда? Я вот думаю, а могла бы я встретиться с другими друзьями? Могла бы Но Но это просто пиздец Это, блядь, представляешь, если это каждая Каждая, блядь, по По часу история будет То это будет получаться так, что я А уже, сука, я играю Два ролика в неделю выходит Чтоб ты понимал То есть Это будет А уже обновление новое выходит А там будут новые какие-то истории Короче, все, сюжета не будет Все, заворачиваемся У нас только будет актуалочка теперь Постоянно Так, забираем наше, что мы должны забрать И закончим на этом Завершите продолжение освоения Новый путь Рождение звезды Чтобы открыть новый путь Март 7 Так, завершите разные концовки В хрониках становления Март есть Эйдалон То есть все, мы ее даже получили Она у нас есть Можно получить По завершению различных тренировок Что нужно завершить? Продолжение освоения Это перейти Он нас отправляет, да? А, стой Мы не умеем прощаться То есть вы меня отправляете Проходить сюжет? В смысле, блядь? Нет, я сделаю три концовки Пять концовок я получу Пять историй Они же вот Нет Или что я там бы выбрал Другой путь У нее же там другой путь еще был Нажми здесь Чтобы вернуться к решающей битве И попробовать другие концовки А, вот, пожалуйста Так, и это что? Зачитим миссию Приключения Пусть становления мастера Схватка на мечах Захват Пламя Диалог Очищение Я не мог не показать Остальные концовки Поэтому давай вкратце Пройдемся по ним В первой истории Есть два варианта финала В прошлый раз Мы выбрали честный бой А теперь рассмотрим Другой исход Чтобы открыть вторую концовку С участием Хо-Хо и Хвоста Хвост утверждает Что простой победы Над Скоттом Будет недостаточно Нужно действовать иначе Поэтому он просит Хо-Хо снять с него печать Чтобы стать свободным Хвост планирует Вселиться Не просто в тело Скотта А в его душу Чтобы тот изменился И искренне покаялся На месте встречи Скотт упоминает Что получил письмо с угрозами О котором Март ничего не знала Затем у него темнеет в глазах Хвост берет контроль над ним Теперь мы управляем духом И это выглядит довольно интересно Мы проходим через воспоминания Скотта Где сначала кажется Что он просто жертва Своего воспитания Или обстоятельств Но позже понимаем Что его сущность Такова сама по себе Скотт притворяется добрым Когда ему это выгодно Предает собственного отца Который в свою очередь Гордится подобным поведением сына Он смещает коллег И шантажирует девушку Которая влюблена в него В итоге Хвост находит Самое бездранственное желание Скотта Стать настоящим волком-одиночкой Жаждущим богатства После победы над ним Хвост выходит из тела Скотта И лишает его этого желания Теперь у Скотта Осталась лишь волчья сущность Он набрасывается на своих агентов Кусает их И бросается за ними на четвереньках Переходим к следующей концовке Прокачку Март я пропущу Так как в этом процессе Особо ничего не меняется Март 7 стремится улучшить Свои боевые навыки И отправляется в комиссию По предсказаниям Чтобы найти свитки Там она встречает Цинцюи Которая рассказывает свою историю Цинцюи соглашается помочь И предлагает разобрать архив В обмен на нужную книгу Через некоторое время Март встречает Линшу И все вместе Они начинают сортировать Книги по алхимии Позже выясняется Что Март заснула в углу архива Прочитав запретную книгу Она оказалась в бессознании И когда ее привели в чувство Начала бредить Произнося странные слова Придя в себя Март рассказывает Что была едина с демоном меча Сразила рыцаря И испытала угрозение совести После этого она 30 лет Сидела перед курганом Мечей, чахнув от горя Март хочет перечитать книгу Но ее отправляют отдыхать Однако позже Она все же решается на это Цинцюи объясняет Что книга всего лишь текст И судьбу героя не изменить Но есть один способ Прочитать книгу с конца После этого страницы книги Стали пустыми И Март потеряла все боевые навыки Приобретенные благодаря этому знанию Она поняла Что путь силы ей не по душе После финальной тренировки Март решает пойти другим путем Вместе с Цинцюи Она рассказывает ей о Скотте Чем вызывает у Цинцюи Сильное возмущение Ей становится обидно За всех жителей Лофу Которых Скотт не ценит Цинцюи решает поговорить с ним лично При встрече Цинцюи начинает Разносить Скотта по фактам Что приводит его в крайние раздражения Мы переходим в стадию дебатов Возможно такой элемент был ранее в игре Но я увидел его впервые Суть дебатов Морально уничтожить оппонента Выбирая ответы Которые снижают его энтузиазм Скотт утверждает Что КММ его дом И ему там нравится Мы парируем Кстати Здесь неожиданно озвучили Гантэ Он предлагает Скотту спросить Мнение его коллег Уясняется что они вовсе не поддерживают его Затем мы переходим к вопросам личной жизни И Скотт осознает что ее у него нет вовсе Мы добиваем его Предлагая представить себе лучшую жизнь Скотт в слезах Признает свою никчемность И решает измениться Чтобы стать лучше Переходим к следующей концовке Лекарства от всех болезней Гантэ и Март 7 Отправляются в комиссию по алхимии Чтобы найти средства Которые поможет одолеть Скотта Там не встречают целителя Дзяо Цю Он соглашается приготовить для Март Снадобье Но предупреждает Что отказаться от него она не сможет Через некоторое время Дзяо Цю приносит блюдо Состав которого пугает Март Однако по договору Ей приходится его съесть Тем более что у нее уже заурчало в животе На удивление блюдо ей понравилось И она надеялась Что оно улучшит ее боевые навыки Однако Дзяо Цю Объяснил что это были Обычные продукты Которые лишь укрепляют здоровье И насыщают тело Но не заменяют тренировки И приумножить силы Кровь красного дракона Которая хранится в комиссии по алхимии Когда они прибывают туда Их встречает Линшу Которая уже появлялась в прошлой концовке В ходе разговора выясняется Что красного дракона не существует Но так можно назвать Линшу Так как она более 100 лет Принимает редкие травы Она предлагает Март Попробовать ее кровь Март ошеломлена И не знает что ответить Позже они встречают Дзяо Цю Который приносит бутылку крови Красного дракона Март категорически отказывается Но Гантэ с удовольствием Принимает эликсир Однако оказалось что это был Обычный ягодный сок Линшу объясняет что все эти эликсиры Просто выдумка авторов иммерсий То есть рассказов А благодаря сбалансированному питанию И ежедневным тренировкам Март действительно стала сильнее Открыв следующую концовку Март и Гантэ вновь встречают Дзяо Цю, Линшу и Байлу Им предлагают различные решения Но Март отказывается Тогда Дзяо Цю предлагает Не усилить Март 7 А ослабить Скотта И дает ему слабительное При следующей встрече выясняется Что Скотт и его люди Уже съели весь суп с сюрпризом Во время боя им становится плохо Люди Скотта покидают поле сражения Оставляя его одного После победы Скотт признает свое поражение И выражает уважение к Март Отметив ее бесстыдство Беспощадность И беспринципность Сравнивая ее с собой После этого его уносят сотрудники КММ Последняя концовка Гантэ и Март 7 Отправляются в комиссию по ремеслам Чтобы придумать Как победить Скотта и его мехов Там они встречают серебряного волка Которая пришла встретиться С местным игроком из эфирных войн Мастером Гуншу Волк узнала, что кому-то в игре Удалось поймать редкого эфирного духа Который был одновременно Мехаморфом и иноморфом И хотела обсудить это с Гуншу Однако тот утверждает Что у машин не может быть души Он напоминает старого Ауроматона Превратника Которого списали Но найти его все же стоит Март 7 и Гантэ решают Что это может помочь им в сражении Позже волк рассказывает Что они нашли Ауроматона Но он оказался пустым Без всяких признаков души Однако волк считает Что машины могут обладать душой Ведь одно древнее учение Гласило, что душа у них есть Просто из-за ограничений Они не могут ее проявить Поэтому волк предлагает Использовать технику Дух из машины Чтобы попытаться призывать Душу машины Серебряный волк и мастер Гуншу Восстанавливают Ауроматона И начинают ритуал призыва его души Март читает молитву Но полчаса ритуала Ни к чему не приводит Однако Март впадает в транс И произносит загадочные слова Гуншу Гуншу Не забыл Асю Когда Март выходит из транса Гуншу рассказывает Что Асю это безделушка Которую он так и не смог создать Все начинают подталкивать его К завершению этой работы Но Гуншу молча уходит При следующей встрече Выясняется Что Асю должна была стать Рабоптаха Которых я считал Загусей лебедей В итоге он все-таки Завершил создание Асю Волк расстроенная тем Что так и не нашла Редкого эфирного духа Получает от Март Предложение скопировать Дух Асю на память Во время сканирования Волк обнаруживает Что Асю обладает Характеристиками Как мехаморфа Так и иноморфа Теперь волк Получает своего Редкого духа И предлагает нам Обратиться к ней позже И она сможет помочь В поединке со Скоттом После тренировки Мы выбираем последнюю концовку И находим серебряного волка Она предлагает взломать Меха Скотта И прокачать меч в Март Когда Март встречает Скотта Она сомневается Поможет ли ей то Что сделала волк Но внезапно Меч начинает разговаривать С Март Представляясь как ИИ Проми Он объясняет Что когда меч коснется меха В него загрузится вирус Так и происходит Меч вонзается в меха Загружает вирус И теперь мы сражаемся В боевом костюме Против Скотта Геймплей в этот момент Был забавным Хотя к сожалению Не удалось в полной мере Его распробовать Возможно в основном сюжете Было больше таких моментов Скотт проигрывает И возмущен тем Что Март взломала меха В корпорации Волк угрожает Скотту Обнародованием Его личных данных И тот вынужден Признать поражение В финале волк предлагает Скотту не просто извиниться А прохрюкать Рекламную песенку У слады Скотт приносит свои извинения И действительно Прохрюкивает песенку Если знаешь оригинал песни Напиши в комментариях Сотрудники КММ выясняют Что волк охотница За стелларонами И пытаются ее арестовать Но она начинает Зачитывать личную информацию Скотта И он решает ее не трогать Просто уходит Таким образом Мы открыли все концовки В завершении Март Решает написать письмо На Звездный экспресс А герои всех историй Вставляют свои 5 копеек Что я хочу сказать По поводу прохождения ивента Если все ивенты Настолько разносторонние И нелинейные Как этот То их прохождение Будет долгим и сложным Это не совсем подходит Для моего формата В этот раз Видео получилось Очень долгим Так как я постарался Уместить в него Весь ивент Но это заняло Очень много времени Если и дальше Будет так продолжаться То могут возникнуть Серьезные задержки С выпуском видео А этого допустить нельзя Поэтому как бы мне Не хотелось быть актуальным И проходить ивенты Мое свободное время Не позволяет Все это реализовать В полном объеме Думаю что дальше Мы сосредоточимся На основном сюжете А ивенты Если и будем проходить То всего лишь один раз Без полного сбора Концовок и других элементов В любом случае Я создам опрос На всех площадках Так что не пропусти его Мне очень важно Узнать твое мнение Надеюсь тебе понравилось Подписывайся на канал Оставляй лайк, комментарий Делись этим роликом С друзьями Ставь колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Скоро увидимся Всего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok